ребята всем здарова что я могу сказать умные часы вчера я не показал была коробка у меня на столе но я не открыл ее не показал что же там находится там находятся умные часы вот такие очень похожи они на apple watch с коричневым ремешком вот так вот так все выглядит очень красивые аккуратные но сегодня видео не про них просто решил вам показать что вчера не показал сегодня будет распаковка других smart часов так называемых умных часов с магазина тоже gearbest эти магазин эти часы тоже с магазина gearbest вот такая вот посылка здесь находится копия можно сказать часов от samsung которые стоят в районе 70 долларов вот они number one если кто не знает одна из крупных фирм фирм предприятий которые занимаются подделкой всего чего можно и в очередной раз они подделали часы от samsung которые называются номер один g2 смарт-часы такие часы я видел в китае мне показывали в магазине tiny deal но они были умершие и поэтому я не успел зарядить и не снял на них ролик приехал домой а здесь заказывал этот час и приехали от бесплатного посредника заказал один из подписчиков который которому и поедет часы так что у нас комплектации сами часы конечно же они идут полностью в металле есть камера встроенные так далее так это пищат не они пищит другая штука сейчас мы посмотрим что там комплектации я в принципе их видел ничего по качеству цена там до 70 долларов вот такая вот прикольная у нас зарядка идет которая вставляется конечно же микро юсб и просто зарядка это защелкивается сейчас здесь прикольное такое крепление вот так это все делается и дабы не постоянно не дергать провод просто вы прилаживаете и защелкиваете и вот так вот часы заряжаются ну конечно же кабель сюда вставляете как видите блок блок который идет уже в розетку нет поэтому нужно будет откуда-то его применить ну в принципе вся комплектация скромно скудно но все что нужно есть вот такие вот часики так сейчас это все уберу давайте поближе к самим часам я уже приготовил здесь android смартфон те чел который все ждет своего обзора и сейчас посмотрим что они себя представляют так вот такой вот ремешок у нас идет принципе застежка очень такая надежная и прикольные мне нравится здесь у нас что-то наподобие на резины сделано сами часы неплохо тоже выглядят но я samsung реально часов не видел не держал в руках поэтому не скажу точная копия не точная на руке они выглядят где-то как-то вот так то есть аккуратно ничего лишнего что по характеристикам с часами экран у нас 154 дюйма батарейка у нас встроенная на 350 миллиампер ну понимаете что да это мало как бы но для часов это достаточно у нас сапфировое стекло против царапин чтобы вы нигде не зафигачили все-таки это часы не носятся на руке и везде можно что-то где-то задеть и так далее поезда за это тоже позаботились дальше у нас сами часы построены на базе медиатековского процессора mt200 не mt2502 вот так вот а камера у нас на 2 мегапикселя камеру я включал сейчас может тоже вам покажу или в принципе там даже показывать нечего реально 2 мегапикселя но очень хреновенько снимает честно как на самых бюджетных планшетах что у нас встроен у нас встроен пульсометр шагомер bluetooth и встроен инфокрасный датчик его можно использовать например для телевизора там для переключения каналов но если поддержит у вас телек в принципе все вот так вот как-то скромно на самом деле часы у нас давайте включим не самый популярный товар что тоже разряжены да тоже разряжены в ноль вот мигают и все нужно будет тоже заряжать поэтому и эти часы как видите третий часы которые мне попадаются они тоже разряжены поэтому пойду и заряжу и уже дальше про покажу меню и как они вообще работают и так вторая попытка уже включить часы первый раз зарядил через полчаса решил включить они включились я начал рассказывать и они потухли короче за полчаса ничего не зарядилось сейчас вроде включил чуть зарядки побольше стало поэтому давайте включим посмотрим что же это такие за часы включаем number one не быстро включается загружается хоп и все здесь у нас сразу мы видим кнопку включение камеры но камера реально ребят так пытается сразу подсоединиться блютуз включен от камеры включаю ну вот смотрите но реально чего на каком-то телефоне блютуз что ли включен короче вообще можно сказать что камера есть но я бы сказал что ее нет дальше мы сразу на конечно же мы видим у нас есть часы есть дата у нас все это есть заряд батареи включен блютуз дальше у нас есть функции всякого там шагомера и так далее то есть старт стоп опции ну короче здесь всякие разные дальше у нас есть настройки в настройки заходим мы видим сейчас мы сразу найдем интернационал и сразу мы переключим на русский язык как видите все четко то есть попадая вот эта вот кнопка она возвращает вас домой на главную главную страницу настройка bluetooth на меню часов перевод как видите со шрифтами есть проблемки звук назад вернуться вот таким вот действием громкость отображение фоновый рисунок приложение короче всякие такие штуки чтобы листать столы мы просто делаем вот так вот здесь у нас высвечивается телефонная книга все это синхронизируется с телефоном то есть если вам звонят и пришла смс как телефон у вас лежит в кармане то сюда поступают уведомления и вы это слышите в принципе для этого и существуют эти часы дабы не пропустить некой звонок сообщение не знаю там почта пришло любое уведомление ну такого все плана есть у нас будильник дальше у нас управление bluetooth музыка через bluetooth есть папка у нас шагомер монитор сна сидячий напоминание наверное если ты долго сидишь можно выставить в принципе зайдем да можно наверно выставить чтобы у вас тревожило чтобы вы не засидели дальше у нас пульсомер а вот так вот измерение наверное надо будет вот так одеть или как сейчас посмотрим померит он что-то или нет если на руке вот приложили мы просто часы 56 показывает но не знаю проверять не буду но что-то показывает обратно вернуться вот так вот устройство звука камера видео магнитофон видеоплеер смарт-хом вот данная для переключения каналов так как инфа красный порт присутствует лет у нас ну лет это просто у нас белый вот такой дисплей это типа фонарик калькулятор установки и все в принципе но вот так вот на самом деле ребятки как видите у меня на руках нет смарт-часов значит можно сделать вывод что они не очень популярные или их еще как бы у нас нет такого острого применения вот не могу прям жить без смарт-часов но как видите у меня вот сейчас появились подарили одни часы там приехали еще другие дешевенькие и может какой-нибудь браслет вы увидите на моей руке я его буду тестировать и так далее мне будет интересно пока особо сказать что я прям нуждаюсь в этих часах и жить без них не могу но я не скажу шагомер ну если кому нужно шаги померять можно давайте попробуем это все дело подключить я скачал приложение скачалось приложение называется mediatek smart device так 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 сейчас мы посмотрим как это все дело найти какой-то подключить так настройки настройки bluetooth питание видимость все включено так давайте мы зайдем настройки bluetooth зайдем поиск и посмотрим есть что-то или нет или уже доступ через само приложение г2 есть для подключения на него отображается этот код доступа да скорее всего да пытается подключить даже да 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 есть у нас вот mediatek smart device connect хоп есть ага есть такое у нас дело подключились вроде как мы да вроде как мы подключились ну чё мы можем сделать ну например например камеру мы можем например включить будет у нас отображаться камера ну камера отображается с это которая установки камеры установка эффекта и так далее ну короче такие часы такие часы отдельного обзора и на них делать не буду потому что этот же сразу устройство уедет человеку который заказывал я думаю он напишет отзывы если кому интересно читайте отзывы в группе люди которые получают товар уже тестирует спустя некоторое время пишут отзывы как вообще это устройство или нет по первым впечатлениям но так себе так себе скажу что до идеала еще есть над чем работать но я когда был в китае я видел эти часы на руке у дениса летником а спрашивал денис ну как тебе вообще и чем 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 они так тебе этот понравились что ты их таскаешь на руке он говорит ну как бы неплохо когда в кармане тебе звонит телефон ты не слышишь этого на часах отображается и говорит когда я гуляю с детьми мне важен шагомер я отслеживаю сколько я могу пройти то есть соответственно взрослый человек одно количество может пройти шагов ребенок другой и говорит так отслеживаю сколько я прошел или же вообще сколько прошел за сутки ну такого плана ну и в принципе и все я просто задумываюсь есть ли смысл платить 70 долларов или можно же заказать просто какой-нибудь браслет шагомер который будет стоить 12 или 15 долларов поэтому пока тема тема пока открыта для обсуждения эти часы работают они неплохо выглядят они функциональны но насколько они вам пригодятся в жизни я не знаю каждый решает пусть сам для себя всем спасибо подписывайтесь на канал ссылка на них в магазине gearbest будет в описании сейчас я ссылку если добавлю там может не будет кого-то купона может на днях менеджеры увидят это видео и по еще сделать какую-нибудь скидку дополнительную поэтому не спешите прям покупать может будет к это купон там с какой-то скидкой все ребята всем спасибо до новых встреч ждем очередные еще смарт-часы на эти конечно же будет обзор посмотрим как вот эти вот apple watch что они из себя представляют пока пока